Елена православная открывает свой канал Непобедимая победа Оружие мира Где он говорит? Нет? А, нет, не видно Я вижу, где он говорит, когда приехали Это тебе от Николая? Это, слава Богу, кот закончится покушать Это маменьки твои и тебе После простого замороженного покушать Отдали все Это знаешь, как называется? Сами препятствия себе наставили, а потом преодолели и радуются Оказывается, надо у администрации спрашиваться Да, конечно, нет, клюны не надо Клюн сотный А когда такая Что, просолился? Пермяк соленые уши Сколько ты сидел на это время? Не считаешь? Я в 3 часа Я в 4 часа Я на ту сторону ходил Там шатер видел? Музыка все Вот, я туда ходил По воде, конечно 2,5 часа Но только на обратном пути Мне более застало Там волны пошли Тяжело было Я ходил по воде Нет, я ходил в воде Не по воде Вот так вот там пошел И вот так вот И вот так вот Пошел Татьяна Кузьминична просит дать рекомендацию Все время Заходим все Детские тоже Детки сюда Царю небесный Утешителю души истинной И жрецей И вся исполняет В сокровище благих И жизни подателю Приди все лисявны И очистены от всяких склерны И спаси блаже души наша Милостивый Господь Молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа Прибудь с нами Прости нас И благослови нас Тебе за все хвала Отец и Дух Святой Аминь Аминь На неделе Пятницу Праздник Преображения Помогите Где-то в храм Сходите Помолиться Не объявили Надо было освятить плоды Но Тогда после Следующий будет через воскресенье Это будет на успение Готовьте Что Стоит Причастить На Иска В воскресенье Тогда на успение Будем Пройдем Освящение Плодов Так Положено Так Ели Наелись Надо еще До еды Только А мы Когда наедимся Тогда Никто Все молчите А я Никто Не понуждается По Уставу Виноград До Преображения Ист запрещается Если Ты до Преображения Поехала Виноград Свежего Этого Года То После Этого Сорок Дней Ты его Ист Не должна Я на сорок Дней Тебе На виноград Туда В пост Так Это Написано В Уставе Там Где виноград Видите Что У нас А у нас Принято Яблоки Везде Говорят Яблоко Преображение Яблоко Съешь Что Это Очень Плохо Я знаю Люди Совершенно Неверующие Которые Но Атрис Это Слышали Он Может Этот Пост И Пить Там Что Угодно Но Яблоко Съест Что А вот Яблоко Ева Съело Там В саду И Бог Их Выгнал До преображения До преображения До преображения Яблоко Съело Ева До Ева И вот За это Было И преобразилось Да Вот Вот так Ну Называют По радиусу Передают Вот это Маковый Спас Яблочный Спас Ореховый Спас Ореховый Все Сколько Спасов Ну Какой Спаситель Один А это Вот Маковеев Значит Маковая Это Маковей Ну Скажем Фамилия Адвокатом Идет Мак Ковей Мак Ковей Отец У него Да Сыны Маковея Вот И все А у нас Это Мак Значит Мак Это Пойдет Маковый Спас Дедушка Маковей То есть Мак Ну Вот Так Что Еще Сказать Ко мне Какие Вопросы Давайте Когда будет Молебен Заучащихся Заучащихся Двадцать восьмого Тоже Двадцать восьмого Конечно Двадцать восьмого Молебен Учащихся И плоды Что Все Сразу И плоды И молебен Ну Плоды Там одна молитва Там освящение Что там плоды Ты что думаешь Долго задержан Тебя нет Устанет А моление Когда вот Все Вот это вот Дело То что Было там Это Моление Будет у нас Благодарственное Какое-то Что все молились 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 Чтобы Господь Избавил От этой Напасти Чтобы власть Как-то Оношла Про наше Дело Да Моление Прямо Пока еще Ничего не закончил Ну да Я Идет Как бы в лучшее Русло Потому что Перевели В это Когда мы Попросили сделать Экспертизу Кому Прилежит Этот Участок Где мы Брали На жерди Вот Вызвали Кадастрова Инженера Вначале Лесничий проводил У него там Навигатор Но у меня Навигатор Погрешный До 70 метров Ну да Это куда Это не гадит 70 метров А у этого У этого Там Буквально Сантиметры И когда он С этим Навигатором Прошел Я сразу Говорю Это не Вот Где Старые березы Вот это Лесхоз Лесфон А это Новый Лесничий Нет Но когда Этот Катастро Инженер Замерил Вот Пожалуйста Это Граница Лесного фонда Вот по старым Где старые березы А там еще Канава Где там были А раньше Огороды были И канава Вот эти березы Там А это уже Новое После При нашем И канава И канава еще Есть Да Конечно Канава Глубокая Канава Как огород Огороды не городили Все Сетки Рабиса Не было Все были Огороды Копаны Канавой Между соседями Канавы Там И где Ну эти Канавы Там Остальные Канавы Наши Все Распахали Там Где Сейчас Дядь Дло Где Вот Ну Проволоке Дом Дядь Павлата Где был До этого места Все было Распахано Все было Там Сеяли ПМК Маматовская ПМК Там Сеяла Когда мы В 1901 году Я приехал Они Убрали урожай Осень Распахали А Мы В марте Месяца 92 Получили Уже Статус Статус Поселка И они Уже Не стали Сеять Весной А было Распахано А ветер Семена Березы Нападали И эти Они Обзошли Быстро Зашли Они были Маленькие Мы их Еще От скота Корченские Там Стабуны Еще были На лето Они пригоняли Скот Мы Охраняли Чтобы они Не потоптали Видели Наказывали Но потом Они быстро Растут Поднимаются Поднимаются Там Их Все питались И Корченские Их На Черенов На Оглоблю В этой Телеги Надо было Там Что там Все там Оно Очень густо Взошло Очень густо Они как Нападали Они так Потом Много Там Они Подрастают Они Аж Загушают Они падают Засыхают Березы Падают Потому Густо Мы Влагерь Брали На Растопки Ну Это Которые Падали Брали Ну Вот Так И Когда Это Знали Тогда Лесничье Это Попятился Да Тогда Так Это Тогда А Это Значит Она Отходит К Администрации Района Муниципальная Земля Уже Не Лесфонд А то Там Было Прямо Мы Подорвали Лесной Фонд России Этим Как бы Теперь Лесной Фонд России Мог Даже Как Исчезнут Вообще Ущерб Большой Ущерб 18 Березок Ну Теперь Передают Это Как Уже Потерпевшие Не Лесничество А Потерпевшая Администрация Района Вот Там Уже Свой Этот Юрист У них Но Следователь Остается Тот Же Ведет Потому Что Дело Как Не Закрыто Пока Уголовное Дело Идет Переквалифицировали Там Был Ущерб Написаны 57 Тысяч Там С копейки В общем 58 А Когда Здесь То Здесь Только 24 Тысячи Там Тоже С Какими Но Когда Вот И мы Должны Были Это Заплатить Заплатили Это Но Там 700 Рублей Взяли За Операции Банк Берет За Операцию Проводит Получилось Там 25 Тысяч С Копейками С Рублями Там Почти 26 Мы Это Заплатили Заплатили Все Вот Теперь Они Значит Можете Дело Перейти Как бы Не в уголовное Сказать А Административное Да Административное На Примирение Не на административное Уголовное Дело Может быть Прекрещено С И с Примирением Да С Примирением Ну Я Встречался С Главой Района Он Говорит Хорошо Мы На Этим Работаем Значит Это Ну Нормально Будет То Идет На Примирение Как Это Называется Мировая Досудебная Нет Ну Так Батюшка А так и называется Прекращение Уголовного Дела В связи С Примирением Ну Ну Пока Этого Еще Нет Пока Не прекращено Поэтому Нас Не Известили Это Было Мы В пятницу Но Машину Вернули Вернули Игнатия Тихон Что там Его Компьютеры Все Что-то Были Эти Видео Там Что-то У него Было Жесткие Диски Жесткие Там Диски Все Гордули Он Потерял И когда Мы были В пятницу Он Говорит У меня Флешки Нет Она Говорит Свет Да Я Все Положил Мне Зачем Флешка Там Все Ну Дом Порылся Нашел Флешку Надо Будет В понедельник Извиниться Попросить Прощения Нашел Она Говорит Ну Мне Зачем Она Ваша Флешка Я Говорит Вам Это Флешка Попали Мы Не знаем Кто Какой Пил Мы Приезжали Приезжать На машинах Они Другой Раз Со своим Инструментом Они Знали Что Пилить У них Кого-то Была Своя Может Пила Они Показали Вот Это Сделайте Мы Не знаем Кто Пилил Избрать Знаешь Что Приезжали Много Было Было 12 Мужиков Главное Там Преступник Игнать Сихонович Он Сказал Я Он Всем Руководил Я Только Благословлял Я Хотел На себя Что Я Будет Эксперимент Как Пилу Если Пилил То Как Я Заведу Пилу Я Спилю А Он Пилу В руках Не Держал Ну Он Руководил Всем Этим Говорил Где Пилить Сколько Надо Пилить Какие Длиной Какие Толщиной Действительно Он Руководил Здесь Никакой Прорежем То Кого Не Прореживание Какие Прореживания Нам Не Надо Прореживание Прореживание Это Другая Статья Прореживание Прореживание Должна Быть Комиссия Где Какие Прореживать Не Вы Думайте Здесь Со стороны Говорят Издалека Говорится Каждый Менит Себя Стратегом Да Много Не Так Как Это Советуют То Советуют Сейчас Советуют Не Надо Было Платить Ущерб 24 Тысяч Приезжайте Я говорю Судитесь Я Даю Судитесь Мы Семь раз Съездили Больше Семи тысяч Только На Бензин Ушло Еще Если Судить Еще Семнадцать Раз Придется Съездить Так Это Каждый День Уедешь День Сидишь Два Часа Ждешь У них Там Совещание Идет Мы Ждем Час Второй Два Часа Я Подскажу Опять Дежурному Может Быть Освободились Он Смотрю Люди Пошли Пошли Сверху Все Там То В форме То Без форме Ну Закончилось Там В администрацию Надо будет Пришел Нет Он Уехал Куда Там Приедет Через Полтора Два Часа Уезжать Нам Нет Ждать Приходится Понимаете Как Это Все Нет Вы Это Не Надо Платить Если Вы Заходите То Признает Виновны Тогда Он Написал Бумагу Что Я Виновен В этом Никто Никто Только Я Всем Руководил И я Я Виновен Какую Теперь Вину признавать Он Признался Виновным Ну И Разговаривали Когда Я Плохо Я Переводил Что-то Как Был Переводчик Меня Все Теперь Ему Подписка Не вывезди Подписал Подписка Не вывезди До 10 Октября Он До 10 Октября Там Говорит Я Хвачка Говорит Я Все равно Ну 10 Октября Обещают Закончить Все Закончить Ну Да Я Говорю Я Свидетель Я Говорю Я На 26 Сентября Только Там Я В этом Парнаул Мне на службу Я Не буду Говорю Ну Успеем За это Время Там Адвоката Приставили Район Бесплатно Ну Он Только Посоветовал Как И Что Он Говорит Вы Согласны Примирять Или будете До суда Конечно Согласны Чего Говорит Можем С Миру Понимки То есть Если Страв То Небольшой Страв Может Быть А может И Небудь Вот Как Потерпевшая Сторона Как Себя Поведет Ну Да Ну Потерпевшая Теперь Теперь Администрация Мы Как Сказать Это Нужно Вина Нас В чем Что Мы Они Бы Разрешили Это Мы Не Спросили Разрешения Надо И Самая Главная Вина Вы 30 лет Жили Брали Еще бы 30 лет Зачем Вы Друг на Друга Доносите Вот И Все Вина В том Что Кто То Наклюпал Говорят Вот Из чего Все Поднялось А так Везде Так Делается Что То Надо Там Мы Не По Поряд Там Надо Вы А Здесь Видишь Пошло Ну И Очка А Если На Деревню Конкретно Дерево Спилить Тоже Нужно Продолжить Разрешение Обязательно Здесь Только На территории Деревни Это Территория Деревни Это Земля Сельсовета Местная То есть Мы Должны В Корсино Прийти Она И говорит Людмила Вы Должны Если Надо То Спилить В вашем Огороде Да Я Посадил Березки Они Выросли Я Сам Садил Закапывал Сейчас Выросли Спилить Я Должен Спилить Я Должен Спросить Разрешение Клен В вашем Огороде Нет И клен Тоже Земля Сельхозназначение Там Можно Убирать Если Не в огороде В ограде Допустим Вот В ограде В храме Я Насадил Березки Если Мешает Спилить Лучше Спросить Я Скажу Что Благословила Разрешила И Все Тогда Не будет Никаких А это Опять Кто Небудь Увидел Ага Это Там Батя Супер Или Начнется Сейчас Мы Будем Так Делать Надо На Будущий Год Клен Клен Нельзя Рубить Клен Сорняк Нельзя Ну Сейчас Понедельник Во вторник Поедем Спросить Благословения У местного Которое На территории Деревни Клен Что Заготавливает На следующий Ремонт Ну Пока Вот Такое Батюшка Нужно Количество Нужно С ним Приехать Чтобы Пометить Каждое Дерево Там Двух Места Пометки Делаются Кстати Места Можете Приехать Делается Пометка Ниже Ниже Гор Спила Ну Это Хорошая Деревня Клен Мы Скажем Где Места Там Да И Все Теперь Мы Будем Мудрее Это Дано Что Мы Мудрости Набрались В этом Ну Везде Там Хорошо Игнать Еще И Внимательно Посмотри Книги Подарил Кому Книги Это Не Взятка Это Взятка Не Входит Возьмете Возьмем Он Кого Подарил Книгами Трехтомникам Хороший Подарил Ну Вот Так Вот Ну Все Больше Ничего Остались Володина Не вернули Володе Потому Что Володя Там Проходит Он Как Он Видишь Володя Он Так Говорит Простота Хуже Воровства Он Там Рассказал Все И Расписался А За Что Ты Расписался Я Не Знаю За Что Расписался Ну То 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 Ну Вернут Все Это Никому Это Не Нужно Там Такое А Пилы Две Пилы Взяли Одна Пила Моя Я Говорю Вот Пила Моя Большая Вот Штиль 360 Она Нерабочая Я Дал Игорю Месяца Два Назад Отремонтировать А Он Некогда Некогда Так Она Нерабочая А Вторая Теренть Они Не Были В этом Околке Никогда Они Не Были Там Они Дорогу Эти Пилы Не Знают А Какие Какой Пилы Они Взяли Пилы Чтобы Узнать Какой Пилой Пилить Срез На Дереве Можно Узнать Какой Пилой Можно ДНК Пилы Да Каждая Пила Оставляется Свет Пребольшая Следственный Эксперимент Покажет Экспертизы Проводятся И все Легко Ну Нет Вернут Они Зачем Они Машину Отдали Все Машину Выгнали А там В ограде Много Машины Там Какой-то Побитый И телега Стоит Со слонной Оглоблем Я говорю Телега Это Как телега Это Последствия Убил На лошади Игнал И убил Человека Насмерть На лошади И Три месяца Скрывался Где-то Его Поймали Нашли В Корчене Было Телега Так стоит Там Тоже Арестованная Телега Оглобли Сломанная Как они Его там Привозили На машине Наверное Но Это Как Орудие Преступления Машины Там Побитые Разные Стоят Много Машины Рядами Стоят У кого Там Бог У кого Там Морда Разбита Там Ну Где Были Совершенные Пока Идут Следствия Ну Вот Так Ну И Все Больше Пока Ничего Молиться Надо Чтобы Господь В прокуратуру Будет Сейчас В прокуратуру Будут Наверное Господь Их Там Расположили Как Со Школой Батюшка Ложить В Теряевской Да Пока Ничего Учителя Интересно Проходит Уже Время Гэта Им Никаких Ничего Нет указаний Никаких Нет Там Сколько Вести Там В часов Ну Пока Остается Так Как Было Наверное Заранее Сказали Что Пока Нет Ничего У нас Четыре Ученика Будет Трое Один Значит Города Вот Илья Сергеевич Так Да Да Так Правильно Ну Вот И Все Ну Все Там Больше Такого Такого Сверх Ничего Нет Гости Были Уезжает Мария С Сарой Уезжает Наверное Завтра Вот Ну Привез И Ваня Привез Лизу Сверх Привез Туда Так Еще Что Какие Есть Еще Обрат Ну Маша Через Барнаул Поедет Нет Маша Через Барнаул Я не знаю Как они Поедет Там Приехал Егор Егор Приехал Там Сеня С Вера С Дочкой Там Как они Поедут Я их не видел Еще Они Приехали Вчера А там У нас Такой Дождь Прошел Грязь Что У нас Даже До Разъезда Доехать Невозможно Поехали Игорь Застрял Там Хорошо Сапоги Были Я Сапоги Одел А он Босиком Погрязи Проводил Меня Потом Я говорю Как Он Качался Качался Выбрал А Выбрал Доехал А Эти Егор Ехали На газе Где-то Застряли На Уазике Андрей Ездил Встречать Волоком Тащил Ну Сильный Дождь Был Очень Сильный Такой Дождь Ливнем Ливнем Не просто Как капало А просто Стеной Стеной Шел Стеной Да долго Около Час У меня Где В огородках Окно Туда Стеновал Все было Залито Водой Прямо Сплошная Вода А вчера У нас Здесь Было Лужа Хорошая Здесь Туда Где я пошел В ботинок Вот такая Глубина Воды Возле Ворот Я ворот Открыл Так я По забору Прокрался Потихоньку Открыл Чего-то Могло Делать А там Сильный Дождь Прошел Так вот Ну все Тогда Занимайтесь Спасибо Господи Так Костя Мы с тобой Должны Поговорить Давай Посудим Да Сестра Учосы Сами Толкование Брат Валерий Первое Послание Коринфянам Святого Апостола Павла Во имя Отца И Сына И Святого Духа Аминь Девятый стих Ибо Мы Соработники У Бога А вы Божия Нива Божие Строение Толкование Блаженного Феофилакта Болгарского Мы Учители Соработники Божии Содействующие Богу Во спасение Людей А не Виновники Или податели Спасения Поэтому Не должно Не презирать Нас Ибо мы Сотрудники Божии Не гордиться Нами Ибо Все Божие Сказав Я Я Насадил Продолжает Сравнение И называет Их Нивой Если же Вы Нива И здание То должны Называться Именем Владыки А не Пахари Или Домостроителей И как Нива Должны Быть Ограждены Стеной Единомыслием А как Здания Должны Быть В единении Между собой А не В разделении Десятый Я По данной Мне От Бога Благодати Как Мудрый Строитель Положил Основание А другой Строит На нем Но Каждый Смотри Как Строит Толкование Называет Себя Мудрым Строителем Не Из Высокомерия Но Желаю Показать Что Мудрому Строителю Свойственно Полагать Такое Основание То есть Христа А что Сказал Этот Действительно Не Из Высокомерия Видно Из Слов Его Под Данной Мне От Бога Благодати То есть Моя Мудрость Не Мое Дело Но Благодатный Дар Божий Выше Беседовал С ними О Единении А теперь Говорит Об 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 Ибо Никто Не Может Положить Другого Основания Кроме Положенного То есть Иисус Христос Толкование Блаженного Феофилакта Болгарского Не Может Доколе Пребывает Мудрым Строителем Если Кто Не Мудрый Строитель То Может Положить Иное Основание Отсюда Ереси У вас Коринфяне Одно Основание Христос Поэтому И Должны Вы Назидать На Этом Основании Не То Что Происходит От Споров И Зависти Но Дела Добродетелей 12 13 Стихи Строит Ликто На этом Основании И Золото Серебра Драгоценных Камней Дерева Сена Соломы Каждого Дела Обнаружится Ибо День Покажет Потому Что В огне Открывается И Огонь Испытает Дело Каждого Каково Оно Есть Толкование С Того Времени Как Мы Получили Основание Веры Каждый Из Нас Строит На Нем Одни Строят Добрые Дела Которые Бывают Различные Иные Больше Иные Меньше Например Девство Как бы Золото Честный Брак Как бы Серебро Нестяжательность Драгоценные Камни Милостыня При Богатстве Дело Уже Меньшей Цены Другие 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 Назидают Худые Дела Которые Также Бывают Различных Степеней Те Дела Которые Удобнее Могут Сгореть Называются Сеном И соломой Таковы Нечистота Идолослужение Любостяжание Те Которые Не столь Легко Сгорают Называются Деревьями Таковы Пьянство Смех И Подобные Пороки Некоторые Впрочем Понимают И наоборот То есть Прежде Упомянутые Пороки Называют Деревьями А последние Сеном И соломой Днем Называет День Суда В огне Говорит Далее Открывается То есть Обнаруживается Каковы Дела Сами В себе Золото Или Что Противное 14-15 Стихи У кого Дело Которое Он Строил Устоит Тот Получит Награду А у Кого Дело Сгорит Тот Потерпит Урон Впрочем Сам Спасется Но Так Как бы Из Огня Толкование Если У тебя Серебро Или Золото То Дело Твое Уцелеет И Ты Получишь Награду Если У тебя Сено И Тому Подобное То Дело Не Выдержит Силы Огня Это Значит Выражение Сгорит Но Обнаружится Что Оно Худо Если Бы Кто Перешел Реку Огненную В Золотом Вооружении То Вышел Бы На Берег В Более Светлом Виде Но Если Бы Через Ту Же Реку Пошел Другой С Сеном То Не Только Не Получил Никакой Прибыли Но Погубил И Себя Так Будет И С делами Следовательно Вера Без Добрых Дел Не Приносит Пользы Ибо Вот Здесь Основанием Служит Христос Но Дела Совершаемые Не По Закону Христову Осуждаются На Сожжение Сам Он Не Погибнет Так Как Его Дела Не Перейдет То Есть В Ничтожество Но Спасется То Есть Сохранится Целым Чтобы Гореть Ему В Нас О Том Дереве Которое Нелегко Сгорает И Обращается В Пепел Говорят Обыкновенно Что Оно Остается Целым В Огне Так Что Для Сожжения Его Употребляется Довольно Много Времени И Так Грешник Несет Потерю От Того Что Трудится Над Такими Делами От Которых Погибает И Все Свои Усилия Употребил На То Что Не И Не И Не Существует И Во Всякое Зло Есть Нечто Несуществующее Подобно Тому Как Если Б Кто За Большую Цену Купил Себе Труп Вместо Живого Тела Между Тем Сам То Грешник Спасется То Сохранится Целым Для Вечных Мучений Шестнадцатый Стих Разве Не Знаете Что Вы Храм Божий И Дух Божий Живет В Вас Толкование Блаженного Феофилакта Болгарского Обращает Речь К Согрешившему И Смотри Как Успешно Приводит Его В Стыд Именно Благодатью Данной Нам То Есть Обитанием В Нас Духа Прискажает Согрешившего Хотя И Не Выставляет Ясно Лица Его Но Говорит Вообще Между Тем Если Мы Храм Божий Потому Что В Нас Живет Дух То Следует Что Дух Есть Бог Семнадцатый Стих Если Кто Разорит Храм Божий Того Покарает Бог Ибо Храм Божий Свят А Этот Храм Вы Толкование То есть Погубит В этих словах Выражается Не проклятие Но предсказание О будущем Следовательно Грудник не может Быть святым Так как Он перестал Быть Храмом Божиим Изгнав Освящающего Его Духа Кто же Составляет Этот Храм Вы Если Пребудете Чистыми Богу Нашему Слава Аминь Аминь Награждаются Фотографии Духа Надежды Что случилось Что случилось Смах Где Награждаются Фотографии Духа Константин Где он Николай Передайте Жене Передайте Жене Передайте Вот он Константин Награждаются Константин Он ее Наградил От тебя Спасибо Покажи Духа Дарах Больших Красивая Правда А ты Посмотри Какая Та фотография Тут тебя Видно Дай Свет Свет Дай А Свет Свет Может Это же В рамках Сделайте В рамках Юбилей Что ли Это Когда К нам Приезжали На Руч Был Значит На Крещение В прошлом В прошлом году Он был Который Там Ездил Кага Фитом Клыков Фотограф И вот Он Привез Эти фотографии Идарь Беляев Бел Фотограф Через год Привез Фотографии Это Возле Потеряйского Храма Да Красивый Обязательно В рамках Сделайте И Будет Красиво Так А болящих Потеряну Кузьмин Ученок Все те же В общем-то Агафья Заболела У нас Агафья Болеет Малейки Болеет Ну Так все Остались За Александрушку Малейки Перезять Все болеют Болеют Болеет В больнице И Маргарита Да Тоже Ну вот я хотела Ну Маргарита Она не приходит От нее очень тяжело Это Я хотела вас попросить Во-первых Замечательно Пока не забыла Когда Говорят Голубы Преклоните То молиться Не надо Крестное знамение Делать не надо Просто надо Преклонить Голубы И все А многие Крестное знамение Как офицеры Честь имеют Вот Я хотела вас Помолиться Еще вот снова За Валентину Что ведет По Скайпу У нее кашель Такой Она Просит Кто помолится Особенно Вот утром В пять утра Мы молимся А никого нет И она Ну я молюсь Оля Ну ты вот это Я вот это Помолюсь А сама Кашель сильнее Помолитесь И еще Я очень вас прошу Помолитесь За Маргариту Это дочь Нианилы Она На нее А ей Ухаживать За ним Все Менять А он что Инвалид Он Не в себе Человек Да Говорит Вот И ей Очень Такое У нее Тяжелая Остановка И сама Жизнь Так сложилась Помолитесь Как его зовут Брат Сережей Сережей Маргарита Как он Сережей Да Сергей Доросил Ну и Я прошу Продолжать молиться Рабе Ольге Которая Принимала Угощение В прошлом году Из Синников Там Все идет К финалу Но вот Так все тянется Дай бог Чтобы она Без ропота Уныния Отчаяния Перенесла Это испытание Такое испытание Прошу Поблагодарить Господа Никита вернулся Из поездки Все благополучно Спасибо Господи За Вашу молитву Вы еще Помолитесь За Татьяну Они возвращаются Сейчас На машине Долгий путь Они опять Наверное Ехать будут Помолитесь Это День Ее Семья Татьяна 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 Она с детьми По поводу Поступающих Сейчас Уже финальная стадия Нестор У тебя когда Поступление У меня Завтра Последний день Приемная комиссия Работает А в 16 Будет Дендатор То есть Приказы о зачислении 16 Да Ну ты напишешь Нам Чтобы мы знали Потому что Мы-то о тебе молимся А Ване молимся У него в сентябре Зачисления То есть Эзамены прошли Зачисления в сентябре Ну все Поступающих у нас И Я в группе продублирую У нас еще поступает Ксения Параллельно Университету Мы решили Ну она решила Я объявление делала В группе Вот воскресной школы Думала Может быть Ливия Просим У нее есть Музыкальное образование Поступить на Вригинскую школу На заочное отделение Есть Юля вот нам Скидывала Информацию Вот эти объявления Там принимают Поступить туда Не сложно Но там Учиться Нужно как-то Совмещать Я даже сама Хотела Но я поняла Что я с работы Не смогу совмещать Две недели Очно там Нужно быть Каждый день С утра до вечера И как это с работой Совмещать Очень сложно Но вот решила Попробовать Ксюша наша Все документы Она увезла Водовар Батюшка дал Рекомендательное письмо Без этого Там не берут Такое письмо Написал батюшка С помощью Вот Марины Геннадьевны Секретаря Что можно Уже сразу Диплом давать И анонизировать Вот Так что И документы Все приняли Я потом звонила Да-да-да Ваша фамилия Все там Которые руководители Рекомендательной школы Вот на этой неделе Будут экзамены Завтра консультация Потом три дня Подряд Каждый день экзамены Музыкальный экзамен Проверяют Потом Молитвы Знания Молитвы И что-то Что там еще И устный экзамен Собеседование Завтра консультация А И сложение По русскому языку Так как сильное Кто знает Вопрос Только Ксюша согласилась Сегодня воскресенье Работает Там где посылку отправили Работает 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 Совмещать Вот с этими сессиями Которых Вот как Юля Говорит Там сессии Четыре раза в год Установочная Две недели Потом сама сессия Две недели То есть Это нужно Как-то совмещать С теми контрольными Лекциями Со всем Что будет в основном Чтобы не бросить Так сказать На полпути И четыре года Два года Десять месяцев Три года А мы где господи Не сойти с дистанции Ну понятно Благодарю Так еще у кого Слово есть Благодарение Людмила Степановна С Валей Борисовной Они еще Болеют Людмила Степановна И Валентина Павловна Тоже еще болеют Болеющие Так Вы позвоните Людмила Степановна Чтобы они Они говорят Что через собор Будем лезть Как От соседей Это будет Чтобы они Состыковались Вот Ваня Фрося И Нестор Ну ладно Позвоните Нестор 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 Договоритесь Чтобы она пришла И вы там уже Свободно работали Нестор 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 Ну надо вот Простите Он говорит Я как через Ого что Нестор Почитай Перекидывать Перекидывать Буглярку Если это будет Плаз Значит Надо будет Его еще раздолбить Миша А тут еще дожди Надо его сразу Закрыть Будет Брат уже объявил Значит Дальше Песнопение Трапеза Занятия Достойно Есть Акава Истину Вложите Тя Богородицу Пресно Блаженную И Пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херургин И Славнейшую Без Сравнения Серафим Без Искрения Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величаю Господи Защити Родину Нашу От нашествия Иноплеменников От внутренних Расприй От беззакония Которое Втайне Останови Делающих Зло Просвети Правителей Страны Нашей Чтобы Принимали Мудрые Законы И Всех Начальствующих Также Просвети И Защити Людей Не познавших Тебя Обрати К истине Чтобы Божественная Любовь Твоя Коснулась Каждого Сердца Священники Которые Не служат Тебе Как должно Пусть Покаются В небрежении Своем И проповедуют Смело И на славном Об Иисусе Христе Господи Научилась Семикратно В день Прославлять Тебя За суды Правды Твоей Тебе Хвала Слава Честь И поклонение Пресвятая Троица Отец Сын И Святой Дух Аминь Аминь Спасибо Христос Огурцы Разбирайте У кого нет Берите огурцы Прямо Покажите Возьми Сколько Даст Берите